Вопрос реализации требований декрета 18-го президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях на территории Солигорского района рассматривался депутатами на совместном заседании постоянных комиссий по развитию социальной сферы и мандатной и по вопросам законности, правопорядка, местного управления и самоуправления. Информацию о ходе реализации 18-го декрета предоставил депутатам заместитель-председатель районного исполнительного комитета, обратив внимание в первую очередь на факт снижения роста социального сиротства. За 2014 год снизилось рост социального сиротства на 3,5%. На 15% уменьшилось количество лишений родительских прав в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Процент устройства детей, замешающей семьи, составил 100%. И он уже последние годы у нас такой. И если, скажем, 4 года назад, 5 лет назад или 3 года назад вопрос стоял таким образом, что иногда были случаи, когда происходило менять замешающие семьи, то вот в последние годы это крайне редкие случаи. Следуя цифрам, по состоянию на 1 октября 2014 года на учёте состоит 258 несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении и воспитываются в 151 семье. За 10 месяцев текущего года выявлено 280 детей в 162 неплагополучных семьях. Сейчас в Солигорском районе признано нуждающимися в государственной защите 394 ребёнка. Как рычаг воздействия на повышение ответственности родителей за воспитание детей является возмещение затрат на содержание их в приютах. Сейчас в Солигорском районе 366 родителей обязаны возмещать расходы на содержание 386 детей. Депутаты анализировали состояние проблемы невозмещения средств родителями, высказывались за систему поощрительных мер к тому, кто стал на путь исправления, говорили и о трудоустройстве обязанных лиц и предоставлении им высокооплачиваемого труда для погашения государственного долга. Итогом заседания явилось решение рекомендательного характера с конкретными путями реализации декрета 18-го, среди которых заслуживает внимание практика профессиональной подготовки, материального поощрения исправившихся. Редактор субтитров А.Семкин